Николай, скажите, а если вести себя с женщиной напористее, ну, она правильно тебя поймет? Николай, скажите, а если вести себя с женщиной напористее, ну, она правильно тебя поймет? Николай, скажите, а если вести себя с женщиной напористее, ну, она правильно тебя поймет? Просто я работал раньше на бульдозере. Привык давить. Вдруг передавлю, боюсь. Просто я работал на бульдозере. Привык давить. Просто я работал на бульдозере. Привык давить. Просто я работал на бульдозере. Привык давить. Просто я работал на бульдозере. Привык давить, но боюсь. Вдруг передавлю в отношениях. Просто я работал на бульдозере. Привык давить. Вдруг передавлю, но боюсь в отношениях. Просто я работал раньше на бульдозере. Привык давить, но боюсь. Вдруг передавлю в отношениях. Просто я работал раньше на бульдозере. Привык давить, но боюсь. Вдруг передавлю в отношениях. Просто я работал раньше на бульдозере. Привык давить, но боюсь. Вдруг передавлю в отношениях. Просто я работал раньше на бульдозере. Просто я работал раньше на бульдозере. Привык давить, но боюсь. Но боюсь. Но боюсь. Вдруг передавлю в отношениях. Просто я работал раньше на бульдозере. Просто я работал раньше на бульдозере. Просто я привык работать на бульдозере. Нет, нет, не так. Просто я работал раньше на бульдозере на бульдозере. Привык давить, но боюсь. И птицы тоже боюсь. Блэха, господи. Просто я привык работать на бульдозере. Просто я привык работать на бульдозере. А нет, блэха, да не привык. Просто я работал раньше. просто я работал раньше на бульдозере привык давить но боюсь вдруг передавлю но в отношении просто я работал раньше на бульдозере привык давить но боюсь вдруг передавлю в отношении А если? Ну, я хотел сказать, что сексият. Тоже это влёт. Вдруг там в примерочной тряпочки разные висят, тонкие. Вдруг повалятся. Вдруг там в примерочной тряпочки тонкие разные лежат. Вдруг повалятся. Вдруг там в примерочной тряпочки тоненькие висят. Вдруг повалятся. Вдруг там в примерочной тряпочки тоненькие висят. Вдруг повалятся. Вдруг там в примерочной тряпочки тонкие висят. Вдруг повалятся. Вдруг там в примерочной Там тряпочки тоненькие висят Повалятся Вдруг там в примерочной Вдруг там в примерочной Там тряпочки тоненькие висят послушайте но с моими 130 килограммами я давить немножко побаиваюсь честно послушайте но с моими 130 килограммами я давить немного побаиваюсь послушайте но с моими 130 килограммами я давить немного побаиваюсь послушайте но с моими 130 килограммами я давить немного побаиваюсь послушайте но с моими 130 килограммами я давить немного побаиваюсь послушайте но с моими 130 килограммами я давить немного побаиваюсь послушайте но с моими 130 килограммами я давить немного побаиваюсь ой пепелась ребята первый раз видео это как это называется запиливаю видео пробую руки мерзнут все жопа мерзнет все мерзнет блин весна где ты солнце мое солнце мое взгляни на меня яшкин макарюшкин ссылки не присылаете говорит присылайте только видео я вообще шутка у меня просто все мерзнет не ноги кстати не мерзнут руки просто мерзнут потому что вот все ручками работаешь все ручками сценарий мой вот я здесь записался без холодной короче ребята вообще работа актерская это очень сложно то есть представляете я еще не снимался а уже я работаю я уже как бы устал и замерз я хочу чаю горячего а вы говорите за что такие деньги платят в кино я сейчас понимаю это вот сначала визитку эту как это называется вот тебе прислали сценарий на ты должен сработать да вот 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 здесь написано вот там несколько ролей я так понял что клиентов ну хрен его знаю там несколько видимо да ну вот пробует просят какой-то вариант сделать да я вот взял этот первый сам чтобы немножко кто и такое и как меня зовут и что с кем придется иметь дело кто любит чаю горячий не плюшечку а это пышечку как это называется пышка да пышка вот это вот это к чаю да сейчас раз запутаю полностью короче друзья опять это настройка то такая же кружком ну хрен все вроде настройку дело другой короче очень холодно весна такая холодная руки замерзли вот сделал недолго там несколько тупле сейчас попробую чуть запилить смонтировать у актерище это вот как на съемочной площадке работать в такой мороз это ужасно но так работают люди бывают мороз зимой всяко поэтому я сейчас понимаю за что платят актеру большие лавандосы большие деньги это большая работа во-первых текст зубрежка ведь это тоже работа да может быть даже самая большая работа она проделывается дома когда ты готовишься съемка когда ты да ты зубришь ты вот это вот ночами не спишь у меня были съемки большие текста и когда переживал за текст я просто ходил там москве было дело ходил по парку и зубрил 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 и просто и слава богу все хорошо с одного дубля вы представляете это вообще высший пивотаж я думаю я школу прошел но у меня нет практики такой большой да давно не было думаю что практика все разгладит сгладит и все будет хорошо но тогда не было у меня нет тогда у меня был опыт как раз вот этот одним дублем это высший пилотаж был когда ты весь сценарий ты его заучил весь ты даже знал ну я знал текст своих значит коллег актеров кто там другие роли играл а потому что иначе если не будешь знать ты не будешь ориентироваться ориентироваться в тексте и вот я как бы и знал и вот это интерес вот этот интерес конечно да сложные такие вот сцены когда ты там вчетвером вы сидите за столом и у каждого свой текст и как-то быть мышечная свобода да вот о чем говорил станислав конечно должно присутствовать как это сделать как это достичь как это в себе поработать но это отдельная история мышечная свобода чтоб ничего не сковывала при виде камеры там в общем при виде злого режиссера который немножко зачастую сколько я наблюдал разное было агрессивничает тоже немножко нервничает но что делать что делать все надо терпеть то есть во всем нужно смирение до жизни нужно смирение в кино в работе нужно смирение везде нужно смотреть смирение поэтому друзья в семье нужно смирение давайте это не важно что ты работаешь актером ты в кино снимаешься смирение оно должно, короче, любому человеку, поэтому я вам желаю выработать это смирение, да, вот я, так как у меня семьи нет, да, я хочу выработать смирение посредством кино, ну, сейчас работаю еще откину, поэтому, вот, сценарий мне прислали вчера, позавчера, вчера, а, вот, кстати, да, вчера, знаете, за что я люблю свой университет, за то, что там задачи ставились с вечера, ну, не только, знаете, там, задача стоит, ага, завтра тебе надо сдать такой-то сценарий, какой-то проект, такой-то там, допустим, тема обозначена, это я люблю его, потому что он штудировал и колледж также, ну, вообще-то студенчество, оно дает вот этот опыт, мне дало, по крайней мере, в сжатые сроки, в сжатые сроки, с вечера тебе дали материал, вернее, допустим, тему или там что-то сам придумал, и тебе надо реализовать эту тему, ночью тебя, короче, отдать, также со сценариями, тоже с вот этой, с игрой актерской, почему, потому что вот написали мне, прислали сценарий, я его получил, все нормально, то есть готов к съемке, а с вечера присылают, ну, тут немножко подредактировали, говорили, немножко подредактировали, я такой, ни хрена себе, немножко, а я уже заучил, понимаешь, я уже, да, я уже того, охренел тогда, но ничего, и подредактированно я в этот же вечер, я как бы зубрю, то есть вот такое дело, ну, текст, честно скажу, это, конечно, наверное, в актерстве, это, ну, для меня это, наверное, ну, пока, по крайней мере, это, наверное, самое главное, потому что текст сидержит, ты не можешь, как бы свободно себя вести, у тебя нет мышечной свободы, мышечного мышления, ну, это свободное мышление, ты все время зациклен на текст, да, вот это не должно быть, поэтому текст ты должен знать, это самое главное, ты должен на площадку, ты должен приходить уже готовым, ну, с текстом как бы дружить, в общем, как бы текст ты должен знать еще и соседа своего по цеху, вот, чтобы полностью ориентироваться, вот, режиссер говорит, хороший режиссер, он такой, тот режиссер, кто знает и может сыграть любую роль своим спектаклем, выйдет, если, допустим, заболел актер, еще что-то, и он может выйти и сыграть, он как бы должен, он просто обязан, настолько он должен быть, вот, я оставил как-то праздник, мой первый, да, мой праздник, актеров было немного, я да он, Артемка Некрасов, дай Бог здоровья, если, может, где-то видит или слышит, такой золотой человек, все студенты, конечно, друг друга выручали, и так и должно быть в студенчестве, и не только в студенчестве, да не газуй ты, чего же, так, педальку-то суй, ну, ничего, тебе это, ну, как сказать, извините, видите, перескакивать с темы на тему, это тебе не даст почета в обществе, что ты надавил на педаль, там, пернул, короче, автомобилем, или так пернул, ну, так-то, конечно, пернешь, то, конечно, тебя сразу осудят, общество-то, в автобусе перни, да, а так попердывать на автомобиле ездят, ну, я этого не понимаю, вообще не принимаю, там, специально что-то ставят, да нет, ну, все это, как бы, какое-то самоутверждение, что вот я такой крутой, такой, да нет, ты на деле покажу, ты на деле покажи, добрым делом, какой-то крутой бродягу прийти домой, да, вымой его, в баню его своди, вот это высший пилотаж будет, а что пердеть машиной ездить, это я не понимаю, всем пердачам, кто на машине едет, это, пердит на машине, да, вот всем говорю, ты бродягу подбери на улице и вымой в баню его, попарь, и определи ему на слежку, вот твой будет высший пилотаж, тогда я тебя буду уважать, но это так, отступление, потому что эта пердячая машина, она где-то там еще ехала, тут она едет и все, кружит, кружит, а понять не может, в чем смысл-то жизни ее, машина и его, ее или его, ну, кто там за рулем, поэтому, кто этими глупостями занимается, мне просто смешно, конечно, да, ну, мы сейчас к актерцу снова возвращаемся, вот, я отвлекся немножко, но скажу вам так, да, текст, если держит, вот меня, допустим, текст держит, я не могу свободно, играть, я не могу, мне вот есть такое, такая проблемка, как бы, есть, но если текст меня не держит, когда ты уже, допустим, ну, сколько мы там в мюзику играли, допустим, там, в десятый раз, ты уже совершенно свободнее себя чувствуешь, нежели в первый раз, да, допустим, если взять вот театральную работу, ты уже, как бы, ты что-то находишь новое, ты сам находишь уже, режиссера не спрашиваешь, потому что, ну, это, ну, это, твое проживание, роли в предлагаемых обстоятельствах, и ты уже никого не спрашиваешь, ты сам находишь что-то, и реально находишь, потому что, ну, ты устаешь от однообразия, да, вот этого, ну, то, что тебе, ну, какую-то задачу однажды дал, там, все, и на этом закончилось, а ты сам находишь, чтобы тебе интереснее было, все время, как бы, ты новый был, да, на сцене, и вот это интерес, да, такой. Я думаю, что вот эти люди, которые играют в сериалы, они вот вживаются очень хорошо, они успевают вживаться в роль, потому что эта роль, она идет, она идет, ну, скажем так, вот, я не знаю, может, год они снимают, может, два, и вот за счет вот этого времени человек, актер, он, он, у него нюх, у него появляется нюх, как бы, к роли, он понимает, как себя вести, он уже прочухивает эту роль, он начинает немножко, как бы, реально перевоплощаться, ну, перевоплотившись, он начинает уже от того образа играть, вот, когда вот наступает эта самая игра актерской работы. Вот, а если это такой, знаете, эпизодик или что-то такое коротковременное, то, понятно, что тут не успеешь, может быть, даже и понять, что это было. Ну, снялся в рекламе там, ну, хрен знает, что там, задачу поставил режиссер, бак-бак, и, как бы, и не вжился в роль-то, короче. Вот, поэтому это интересная история, если ты играешь в театре, трехсотый спектакль, вот это, как это называется, он, блин, этот, ариата этого, ариа, 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 мистер Икс, ой, как мне нравилась эта оперета, мистер Икс, ой, как он играл, как он поет, как он, а любой актер, там, актеры менялись, это, в мускомедии, но как они все играли, они все потрясающе играли, почему, потому что, блин, это нельзя сыграть плохо, потому что это, сама гениальность, сама гениальность, она уже заложена в этом произведении, режиссера в этом, понимаешь, в постановке это все заложено, и вот он, мистер Икс, выходит, вот это оперета, это вот, о, как это, опера, как это, нет, подождите, ариа называется, ариа, мистер Икс, вот оно, он выходит, и начинает петь, это такой голосина, да, понятность, у тебя голос нет, тебя туда не подставят, вот это, и в трехсотый раз, по-моему, да, тогда, я помню, работал в театре, в трехсотый раз, где-то, уже за триста завалило, да, то есть, повтор, повтор, и вот, если ты считаешь, а играешь эту роль, допустим, всю свою жизнь, да, спектакль, не каждый день, да, вот это, допустим, там, в месяц раз, там, пару раз в месяц он ставится, и, допустим, играешь, и ты уже такой матерый, ты каждый раз ищешь что-то новое, и это круто, ты находишь что-то новое, да, 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 не я нахожу, да, не я пока, не я, но кто-то находит, кто-то находит, о, ребята, ребята, так, ну все, я сейчас пробую тут, видео пробую, это что-то для меня новенькое, такого еще не было, но технологии не стоят на месте, сейчас люди вот, такой техникой пользуются, всякими вот этими смартфонами, все, любой может записать, запилить там, чтобы посмотреть, вот, нахрен, наряху-то она вообще, это вот, на что-нибудь, может, нет, способна, нет, посмотрит режиссер, скажет, в говно, в говно сыграл, в говно, давай его в это, в это, ну, в общем, туда куда-нибудь, а если скажут, фу, парень, ну, что-нибудь можно слепить из этого пластилина, ладно, пригласят там делать, даже не в деньгах, а просто, знаете, для меня единственное, я всегда не любитель кого-то подставить, вот это вот, у меня очень такой закон, не хочу никого подставлять, я сразу пишу, говорю, да, ты мне определите, что значит апрель-май, это что за такой разлет, у меня же банкеты есть еще, я где-то занят, хоть и в театре не работаю сейчас, но у меня банкеты, и поэтому, ну, пока, говорит, только ищем, пока нюхаем, принюхиваемся, вот, принюхаются, ладно, ладно, сценарий прислали, я весь уж не стал играть, тут разыгрывать, но так, маленький кусочек взял, чтобы, ну, для понимания людей, там, я понимаю, они должны увидеть мою ряху, он говорит, пардония, кастинг-директор, он говорит, ну, посмотри, там, прическа изменилась ли, там, борода, щетина, там, нос, это, зубы все ли нормальные, там, флюс не, это, не опухло ли, чего, вот я на банкет приехал, как-то, никому не сказав, заказчик, у меня щека вот такая была, вот в кино так, приди, скажи, так, мы утверждали другого, поэтому, вот так, да, для этого это существует, я думаю, поэтому чисто, чисто все это, как бы, чисто формальность такая, я как это расцениваю, вот это все формальность, так, легкая, но очень важно и нужно, чтобы мы посмотрели друг на друга, самое главное, режиссер, чтобы посмотрел, вы мои подписчики золотые, вы еще не видели меня, да, вы-то уже видели, и всяко меня видели, знаете, а вот режиссера он еще не видел, поэтому я вот это тут немножко запилил, сейчас смонтирую, и, глядишь, будешь ролики туда и сюда, и как бы, и вашим, и нашим, поэтому, леди, джентльмены, Хасия Михаил, слава Богу, еще с вами, слава Богу, жив-здоров, слава Богу, еще живет, еще готов к трудовой обороне, ко всему еще готов, вот на что вот, как говорится, Господь поставит где, в какие предлагаемые обстоятельства, там я буду служить, для вас всегда, друзья, только для вас, мои подписчики, мои слушатели, мои зрители, мои уважаемые друзья, спасибо, слава Богу, всем пока, до новых встреч, увидимся в кадре, да. Субтитры сделал DimaTorzok